Зажимайте колокольчик обязательно, потому что есть очень много разговоров о том, что YouTube даже старых подписчиков сейчас отписывает, и поэтому обязательно обязательно нужно проверять свою подписку и проверять нажатый колокольчик. Здравствуйте, всем привет из Канады, привет от Диты, добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, что не очень засвечивает у меня из окна, но очень быстрое вступление, и я начну примерки. Сегодня видео будет о маленьком черном платье. Каждая женщина должна иметь в своем гардеробе маленькое черное платье. Это сущая глупость, никакая женщина не должна никому ничего. Если ей нравится черное платье, она будет его иметь в своем гардеробе. Не нравится, она не будет его иметь. Это вообще не слушайте то, что вам говорят. Каждая женщина должна или не должна. В общем, это все. Не обращаем на это внимание. Носим то, что нравится, носим то, что любим. Я не очень люблю сама по себе черный цвет, потому что у меня темные волосы. Я считаю, что черный цвет идет блондинкам, плюс черный цвет считается, что он немножко старый. Это я, да, мне молодая, поэтому мне себя бы надо молодить, а не возрастить, как скажем, да. Поэтому я очень редко ношу черное платье, но иногда вот есть у меня некоторый гардероб черных платьев, которые я надеваю, потому что иногда нужно, иногда удобно, иногда легко. Вот это черное платье и не паришься. Считается, что это элегантный цвет, что вот в черном платье вы всегда элегантны, вы всегда в теме, вы всегда в моде. в общем-то, ну я как бы, не то чтобы я с 7 согласна, ну да, черный цвет легкий. Надел черное платье, и ты вроде как даже нарядный где-то, что-то. Так вот, несмотря на мое прошлое видео, полное боли и скорби по поводу ситуации у нас в Антарио, все-таки я надеюсь, что скоро вся эта ситуация разъяснится, изменится, и мы наконец-то выйдем в люди, выйдем в свет, и больше того, мы получили приглашение от наших друзей, которые собираются устроить партии, большую партию, вечеринку, как только нас откроют, и как только это станет возможно. Ну, сколько она будет большая, это будет зависеть от того, сколько нам разрешат собираться людей. 10 человек, или там 15, зависит от того, это будет на улице или в доме, ну в общем, короче, мы не знаем пока, когда и что, но мы знаем, что мы уже приглашены. И дресс-код, черное платье для дам, там будет какая-то тема, там они какой-то, это такие ребята, они что-то всегда затевают, они что-то всегда придумывают, и у них всегда есть какие-то тематические вечера. Но тема нам неизвестна, нам только велели прийти в черном платье, и в общем-то вот, и я как бы времени у меня еще много, но я, тем не менее, решила воспользоваться тем, что у меня есть время, и решила попримерять свои черные платья, свой гардеробщик. Проблема еще в том, что я не знаю, какая будет погода, сколько будет красок на тот момент, потому что мы не знаем, когда будет эта вечеринка, возможно, это будет летом, так что, скорее всего, вечер идет о более летних платьях, но не летних-летних, а дело в том, что у нас все равно в Канаде лето вечером, в принципе, может быть довольно прохладно, особенно если мы будем на бакьярде, во дворе, или... не знаю. Ну, в общем, короче, я вытащила все свои практически черные платья, которые у меня есть, решила их применять, решила вам показать, заодно и заснять видео, почему бы нет. И давайте будем смотреть. Так, первое платье надето прямо на мне. Платье из такого, знаете, ткани, называется Павлин, да? Павлин-Мавлин. В общем-то говоря, платье очень... Платье-парашют, фактически, только единственное, что оно, ну, какое-то более только нарядное, потому что у него есть банк здесь, и оно, в общем-то, короткое, но не сильно. Я надела его с туфлями вот с такими вот, на каблуке, босоножкой. Я убрала картину, мне кажется, она отсвечивает, или мне кажется, неважно, но я ее сняла. Не удивляйтесь, что была картина, хоп, и нет, короче, мне кажется, она мешает немножко. Короче, я надела босоножки вот такие вот на каблуке, и такие со стразами, очень красивые, очень нарядные, но по поводу обуви я хочу сказать вот что. Здесь, в Канаде, если будет партия на улице, то в таких вот босоножках на каблуке это тоже неудобно, потому что это будет, скорее всего, во дворе, но там, конечно, есть какая-то плитка или какой-то деревянный такой настил, но возможно, что мы будем скакать по траве. И, опять же, я надела их с черными колготами, но, опять же, не знаю, если будет очень жалко, очень тепло, то колготки вряд ли я надену. А если вечеринка будет в доме, то вы, может быть, не знаете, но в Канаде принято снимать обувь, когда приходишь домой в гости, тем более, если это обувь на каблуке, потому что у нас здесь деревянные полы, каблуками деревянные полы портятся, и, возможно, что как бы вы не в курсе, но вот я вам об этом сообщаю, что вот так наряжаешься красиво, весь такой нарядный, красивый, подбираешь туфельки красивые на каблуке, приходишь в гости, туфли снимаешь, остаешься вот босиком, как есть, и вот так вот и ходишь. Ну, так у нас принято. Плюс ко всему зимой очень грязные люди приходят с улицы, например, в сапогах, хотя это, конечно, никто не ходит с улицы, все приезжают в машинах, паркуются возле самого дома, заходят в дом, но, тем не менее, так принято в Канаде и среди русских, и среди всех, что когда вы приходите кому-то домой, вы снимаете обувь. Вот так. Если вы хотите, вы можете принести с собой тапочки и не ходить, но все равно, это, конечно, уже аутфит теряется, теряется весь, все впечатление от лука, потому что от аутфита, потому что обувь зачастую делает этот аутфит. Ну вот, это я отвлеклась. Значит, первое платье, очень удобное для вечеринки тем, что в него можно кушать, вы знаете мой критерий, что я люблю платье, в котором можно кушать, оно, в нем достаточно такой большой вырез, я не стала надевать, надела, вернее, маленькое такое жемчужное украшение сюда, потому что оно и так, то есть, банк, в общем, все это, его, может быть, кстати, можно завязать именно банту, а может быть, можно оставить... Нет. Что-то так плохо, да? Нет, нехорошо. Короче говоря, значит, я здесь вот, выглядит оно вот таким вот образом, такой вот бант, оно вот такое вот собрано по... под грудью, не собрано, вернее, как такая косынка здесь, ну, и вот такое вот оно здесь, с валаром, с большим, широкое платье, удобное платье, хорошее, оно не очень жаркое, вот такое вот. Нравится оно мне, в принципе, тем, что оно удобное, оно не очень короткое, оно не очень длинное, оно не жаркое, не облегает, не давит, не тушит нигде, естественно, что великоват, конечно, декольтаж, но я же не на работу, я же в гости, правильно? И там, в общем-то, вполне-вполне уместно. Следующее платье тоже короткое. Я бы сказала, такое прям короткое-короткое. Намного короче, чем предыдущее. Но здесь у него как бы ничего такого нету, никаких украшений. Поэтому я надела такое вот. Оно у меня сползает. Его надо потянуть немножко наверх, чтобы оно хорошо попадало в этот вырез. Тоже большое декольте. Удобное такое платье летучей мышки. Легкое. Оно довольно легкое. Туфли я надела вот такие лодочки. Ну, я не знаю, тукли вообще видно мои. Я тут коряюсь. Может, мне вообще их не стоит надевать. Но я надела на всякий случай. И, в общем-то, оно тоже коротковато. И тоже будет зависеть от погоды. Знаете, там всякие нюансы. Если можно будет надеть колготы черные. Если нет, то у меня ноги не идеальные без колгот. В общем-то, вполне можно их прикрыть коленки. Но примеряю я вот так. Вот, с колготками. посмотрим, какая будет погода. Здесь такая резинка на рукаве. И, в принципе, вот так вот оно выглядит. Но для того, чтобы было удобно, я просто вот так вот резинку поднимаю. И тогда у меня свобода в движении. Потому что, видите, платье такое. Здесь просто такой поиск кулиска. И вот я надела такое у меня есть украшение, которое я вот никак не знаю, с чем носить. В общем, нужно что-то совершенно никакое сюда, для того, чтобы надеть вот такое вот украшение. Мне кажется, черное платье, такое с большим декольте, очень даже подходит. Я сейчас подойду поближе, чтобы мы видели, как оно выглядит. Ну, вот так вот оно выглядит. Значит, платье здесь вот так вот оно собрано. Здесь веревочка. Развязывается она. И вот это вот я надела вот это вот ожерелье. Шикарное совершенно такое скифское ожерелье. Мне кажется, что именно вот к такому платью оно подходит. Потому что нужен либо глухое такое платье, черное, под горло, либо вот такой вот вырез, чтобы оно вот так вот лежало, помещалось в нем. Ну, опять же, не знаю, насколько мне будет в нем удобно. Потому что это довольно тяжелая вещь. И как бы, если мы идем на весь вечер, я не знаю, что там будет. Нам не сказать. Нам не сказали про драму. Нам не сказали ничего. Нам не сказали прийти в черном. Ну, и это немножко... Это, с одной стороны, интересно. С другой стороны, это как бы... Ну, понимаете... Да, мне, чтобы одеться, нужно знать, что с ней будут делать на этой репети. Звучит ужасно, я знаю. Но я имею в виду, там, если будут какие-то танцы, там, или если будут какие-то конкурсы. Не знаю. Поэтому нужно знать, как одеться. Но я предполагаю, что не будет ничего экстремального, что нам не нужно будет, там, прыгать с парашютом, или прыгать через забор к соседям. Поэтому вполне-вполне можно будет надеть платье. Потому что нам, кстати, не сказали, что черное платье. Нам сказали, что одеться в черное. Так что, возможно, и мы будем изображать из себя черепашка-ниндиями, или еще что-то такое. Но я не знаю. Я не думаю. Я думаю, что все-таки это будет все там... Все там будет прилично. И там хозяйка дома, в общем-то, тоже дама Майклет примерно, немножко повладше. Но я не думаю, что она устроит нам какой-то челлендж там слишком. Ну, во всяком случае, вот так. Про жерель я хочу сказать, что оно довольно тяжелое. Если там какие-то танцы и шманцы, то, в общем-то, оно в нем... Ну, если не до упаду, то можно. А если до упаду танцы, то немножко напряжно будет. Так, все. Давайте будем из следующего платья. Следующее платье немножко другое. Оно длинное. Видите, оно довольно длинное. Вот такое. То есть, оно прозрачное. Такой тонко-тонко трикотаж вязаный. И внизу надет подклад. И он, как бы, такой нормальной длины. То есть, в принципе, видны руки, видны немножко ноги, но не очень сильно. Платье очень скромное такое. Не маленькое черное, а, можно сказать, большое черное платье. Потому что оно довольно длинное. Кстати, шутка на эту тему. У меня была знакомая довольно-таки крупулентных размеров дама. Весомая дама. И она всегда на тему маленького черного платья говорила, у кого маленькое черное платье, у меня, так, например, большое черное платье. Имея в виду, что любое черное платье на ней большое, потому что оно большого размера. Ну, в общем, шутка, которую надо объяснять. Это, наверное, шутка не смешная. Я думаю, что вы поняли, что я имею в виду. Я надела тоже вот это, значит, ожерелье сюда. По-моему, оно сюда неплохо, потому что здесь как бы выреза нету, но здесь вот оно такое платье под застежку, вот под горло, и здесь прозрачная сетка такая, ну не сетка, а вязка. Сейчас я подойду поближе, я вам покажу. Значит, у меня два сомнения по поводу этого платья. Первое сомнение это то, что оно такое, знаете, облегает меня в нужных и ненужных местах. Если учесть, что мы там, конечно, будем кушать, пить и, безусловно, там был стол, то вот это облегание может сослужить плохую шутку со мной сыграть. Ну и вторая проблема это погода, потому что мне кажется, что может быть жарко мне в нем, оно как бы, это ХБ на самом деле, ХБ, трикотаж, вязка, ХБ, вообще-то бумажное. Но может быть мне будет жарко, потому что если лето, то, конечно, мне может быть в нем жарко. Очень красивое, кстати, платье, в смысле, как в нем сделан рукав. Тут такие маленькие пуговички, очень красиво. Проблема с ним в том, что зимой в нем, как правило, холодно, летом в нем жарко. В общем, есть очень короткий период времени, когда я могу его носить, поэтому ношу его редко, но очень его люблю, оно мне очень нравится. Но оно такое немножко кармен стайл, знаете, вот на летнюю партию, вечеринку, оно немножко выглядит, ну, как-то не совсем уместно, мне кажется, потому что именно такое вот испанка. Мне сейчас эти вот кастаньеды, да, кастаньеды, правильно я говорю? И пляс, испанский танец. Так, еще одно платье, вызывает очень много у меня вопросов, сомнений. Я сначала покажу его вам так, или натюрель, как оно есть, вот как оно выглядит. Это такой тип сарафан, на шлейках, значит, и... А внизу такое узкое, как бы, платье, как будто бы на работу в офисе не уходить, то есть оно как бы такое сверху лето, внизу зима или сверху партии, внизу работа. Да, значит, во-первых, это очень все открыто, вот это вот, мне тоже это не нравится, я не думаю, что будет в такой степени жарко, но у меня есть идея, как его носить по-другому. Я вам сейчас ее покажу. Значит, я просто пододену сейчас белую, белую рубаху, белую рубаху под низ. И, в принципе, это очень приятный вариант, но у меня тоже некоторые сомнения по этому поводу. Естественно, вот таким вот образом я, конечно, не пойду. Я просто хотела вам показать, как оно выглядит без, без ничего, вот само по себе. Сейчас я вам покажу, как я хочу его носить. Так, вот таким образом я думаю его носить вот с белой блузкой вниз. Это такой прямо Виктория Бекхам стайл, знаете, такая деловая колбаса. Можешь так ходить на работу. Единственное, что у него довольно-таки высокий здесь разрез, и это уже как бы для работы не совсем. Ну, можно, в принципе, у нас можно. У нас так особо не гоняют за вольности, но лучше, конечно, поскромнее. Ну, такой разрез, ничего страшного, он не такой уж и высокий, то есть сойдет. А что я хочу сказать? Для партии, для вечеринки. Во-первых, это слишком какой-то он очень деловой, такой прямо, прямо такой деловой образ, такая прямо, знаете, секретарша, секси-шпекси-секретарша, и, в общем-то, как бы, ну... А у нас летняя партия. Вот. Конечно, выглядит оно красиво. Еще один, еще один момент. Это, опять же, оно такое все прямо очень облегает. А если мы собираемся там кушать-пить, то все эти излияния, конечно, не будут выглядеть хорошо. Я думаю, все это отразится вот на этом, в этом платье. Будет видно, сколько я съела, и хозяева таким образом сразу поймут, что я их обожрала. Ну, а в принципе, платье красивое, симпатичное, очень элегантное такое, но, наверное, не для этого случая, а для какого-то другого случая, потому что некрасиво идти на вечеринку, где видно платье, где видно, что вы обожрали хозяев. Обожрание будет видно вот здесь сразу. Вот. Но вообще, конечно, красивое платье, немножко такое, знаете, ой, слишком строгое, но в то же время. Ну, в общем, нравится оно мне красивое. Я ношу его редко, потому что вот по причине того, что оно такое не то нарядное, не то деловое, не то в офис, не то в театр. Ни туда, ни сюда мы сейчас не ходим, поэтому ношу его редко, висит в шкафу, но люблю. Еще одно платье. Нежно мною любимое и обожаемое. Если мы говорим вот маленькое черное платье, так это классическое маленькое черное платье. Такое, знаете, из атласа. Ну, как будто под атлас. Такой открытые руки, такой вырез классический под 60-е годы. Хорошая длина, не очень длинная, не очень короткая. Хороший фасон, такой здесь так облегает. Здесь немножечко как бы складки, чтобы вот скрыть все, что нужно скрыть. Такая юбка не узкая, не облегающая, немножко расширяющаяся. В нем есть карманы, что очень-очень привлекает меня в этом платье. Мне оно очень нравится. Безусловно, один из моих фаворитов. Я как бы думаю, может быть, я его надену, потому что его можно надеть в другую обувь, его можно надеть без колгота. Оно, в принципе, не очень короткое. Может быть, мне в нем будет жарко, может и нет, потому что он с открытыми руками. Можно взять какой-то жакет, пиджак, накинуть, если мне будет жарко. Теперь, чтобы поддержать вот этот вот, знаете, как бы стиль а-ля 60-е, завтрак у Тиффани, я думала его надеть с украшениями. Вы знаете, мои брошки, моя любовь к брошкам. И у меня есть две такие брошечки, прямо такие а-ля 60-е. Сейчас я покажу. Вот я думала как-то вот так вот их надеть сюда. Может быть, две, может быть, одну. Вот как-то так, чтобы действительно был такой, знаете, уже законченный-законченный стиль 60-х. У меня еще есть под них клипсы, которые я тоже могу надеть, то есть надеть, извиняюсь. Вот они вот так вот выглядят, вот эти брошки. Вот такая клипса. Ой, не видно, да? Вот такая клипса. Можно тогда поднять волосы наверх, чтобы они были видны. И брошечку сюда сейчас приложу. Так видно, да? Видно, нет? Видно, да? Вот такого типа плана. Потому что оно как раз такое а-ля 60-е. И, в принципе, было бы неплохо, было бы симпатично. Но вот нравится мне этот вариант. Ну, посмотрим, подумаем еще. Еще один вариант, который мне очень нравится в силу своего удобства. Потому что, видите, оно такое все... Ничего не облегает, ничего не это. Вырез, в принципе, есть, но он закрыт вот этой вот тканью сеткой. Длина немножко коротковатая. Если не будут колготки, то это будет проблема, наверное. Есть рукавчик такой. То есть, в принципе, ни жарко, ни холодно. Если будет не очень тепло, то, в принципе, руки закрыты. Но, с другой стороны, не жарко, потому что оно такое свободное. Но, честно сказать, на сильную-сильную жару я не думаю, что это будет хорошо. Потому что оно, ну, довольно плотное. Из такой... Я сейчас подойду, вам покажу. Оно сделано из такой... Видите, здесь вот эта вот сетка. А здесь оно сделано... Ой, парило, парило, гладило, гладило. Все равно все мяты. Я к слону-драбуну. Все равно все мяты. Короче, что он так мнется? Короче, это такой трикотаж. Как будто бы вязанный такой слегка, знаете. Но он не толстый. Он такой тоненький. Поэтому, наверное, может быть, мне не будет жарко. А так вот, посмотрите. Ну, красота. Ну, просто красота. Ничего не видно. Ешь не хочу. Хозяева не увидят, как я их объела. И будут довольны. И не будут на меня злиться. Объела я пила. Вот. Единственное что, может быть, немножко коротковатая длина. И если не будет колгот, то мне будет не очень комфортно в этом во всем. Ну, посмотрим, в общем. Ну, это тоже вот мне нравится. Оно, может, не самое красивое, но оно удобное. Удобство это важно, да? Опять же, его можно без каблуков. Оно такое, знаете, не очень нарядное. В меру тут, скажем, нарядное. И будет неплохо. Ещё одно платье. Платье сарафан. Оно совершенно такое, на бретельках, очень здесь открытое. Поэтому я сразу под него надела вот такую вот блузочку прозрачную. Чёрную же тоже же. И, да, тоже как бы вопрос. Потому что, может быть, мне будет не в жарках двух слоях. Потому что это платье ещё вниз блузка. Ну, вот оно такое длинное. Видите, до... Вообще, что до пола. И, в общем-то, ну вот просто чёрный сарафан. Вот такое у него здесь сделано такие под... Под серебро, такие, знаете, на шлейках, по-моему, тоже. Такая отделочка немножко. Серебряная такая тесьма. Тоже немножко облегает слишком меня оно. Я не знала насчёт украшений здесь. Потому что, понимаете, если я надену вниз вот эту блузку... Ну, декольте, конечно, тоже такое неслабое. Да, оно вроде как прикрыто, но вроде как оно есть. То есть, вы понимаете, что без нижнего чего-то... Это платье носить можно, но лучше не стоит. Насчёт украшений я тоже не знала. Потому что здесь, видите, здесь кружево. Здесь вот эта такая ткань как будто бы сжатая. Здесь вот эти серебряные эти... Такие отделка на платье. Ну, можно что-то придумать, конечно. Можно какую-нибудь брошь сюда серебряную. О, у меня даже есть. Сейчас, секунду. Чтобы я-то не нашла брошек. Вот, у меня есть такие чёрные, знаете, чёрные брошки. Вот есть такая с жемчугом. Лучше сюда, чтобы прикрыть сормоту. Вот такая есть. Есть вот такая брошка. Немножко поменьше она. Вот так, сюда, правильно, да? И ещё есть вот такая вот брошечка. Серебряная. Прямо, знаете, вот под это вот серебро. Вот сюда вот серебряный такой цветочек. Ну, в общем, можно поиграться. По-моему, лучше всего была вот эта большая. Такая. Прямо... Вдова Монте-Кристо. Типа, тоже немножко такое оно для вечерней партии, для летней партии. Она немножко такое... Такое Вдова Монте-Кристо, знаете. Я не хочу производить такое впечатление, но посмотрим, в общем, посмотрим. Так, идём дальше. Тоже классическое маленькое чёрное платье. Бархатное. Бархатное. Такое прямое. Рукавчик такой приятненький. Здесь, значит, тоже оборочка внизу такая. Оно сзади немножко длиннее, чем спереди. В него можно кушать. Удобно то, что можно любое надеть украшение. Вот у меня есть такое совершенно-совершенно огромное, офигительное украшение, которое я никак не знала, на какое место оно тянуть. Но тут подумала, что вот как раз на это платье будет сам раз, потому что его нужно чем-то вот оживить. Потому что оно прямо тоже, знаете. Я вообще хочу сказать, что чёрное платье – это такая вещь в себе, двоякая вещь. Потому что, с одной стороны, это очень нарядно. С другой стороны, это очень, как бы, можно элегантно обыграть чёрное платье. С третьей стороны, мы все знаем, куда надевают чёрное платье. Я, так сказать, не хочу произносить это слово, и тёп его не любят. Но когда мы провожаем кого-то в другой мир, с этого мира, то мы все приходим в чёрном. И любое чёрное платье, как предыдущее я сказала, вдова Монте-Кристо, а это вдова, я не знаю, сицилианской мафии. Ну вот что-то такое, понимаете. То есть чёрное платье сразу наводит на мысли о чём-то грустных событиях. Хотя, с другой стороны, вот считается самый элегантный, самый такой беспроробочный вариант для, если вы хотите, нарядиться. Ну вот, оно вот так вот выглядит. Сейчас покажу эти бусы, совершенно невменяемые такие, знаете, вот много-много-много бусин. Купила за сущие копейки, долларов за 10, где-то в каком-то магазине, не помню. И, в общем-то, вот особо не нашёл, потому что очень-очень такое вызывает много, ну, как бы, conversation piece, как это у нас называется. То есть, если вы что-то такое надеваете, что у вас к вам подходит, и у вас начинают спрашивать, ой, какого у тебя, что это, где ты купила, в общем, заводится Тоборского аборта. То есть, эти бусы могут служить с поводом для знакомства, так скажем, да? Потому что они действительно необычные, они действительно очень такие яркие, но носить их можно мало с чем, потому что, ну, вот с чёрным-бархатным платьем, возможно, и можно. Ну, вот такой вот вариант. Тоже, опять же, будет зависеть от положения, от поводы, от того, что я надену на ноги, от уместности, но, в принципе, так сказать, оно такое нарядное, скромненькое и со вкусом. В процессе примера порвала колготки девушки, если вы видите и замечаете, то делайте вид, что вы не замечаете, ну, поехала стрелка. Издержки, издержки производства. Всё, села с вами попрощаться в этом же платье, в этом же украшении. Оно действительно очень красивое, такое, знаете, что-то египетское, братник Нефертити, в общем, что-то такое красивое. Всё, девушки, на сегодня всё. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что я уже созрекла, вам было приятно, вам было весело, вы получили удовольствие. Мы с вами увидимся в следующем видео, увидимся в комментариях. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить мне лайк и нажимайте колокольчик обязательно, потому что есть очень много разговоров о том, что YouTube даже старых подписчиков сейчас отписывает, и поэтому обязательно-обязательно нужно проверять свою подписку и проверять, нажат ли колокольчик. Всё, люблю, целую, ваша Дита. Пока-пока, бай!